Субтитры создавал DimaTorzok Меня зовут Роман Широков. Мне 35 лет. Я врач и кушерогинеколог. Когда же я приходил в эту больницу в последний раз? Лет 10 назад. Тогда я был еще интерном. Вообще-то я работал в столице, но обстоятельства заставили меня вернуться в родной город. Добрый день. Скажите, пожалуйста, а Анна Васильевна работаешь в больнице? Уже давно, на пенсии. Субтитры создавал DimaTorzok Широков? Лизка, привет. 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 Я думал, ты в Туле. Да я уже здесь. Слушай, а ты такой козырный стал в своей столице. Да ладно. Ты правда классно выглядишь. Спасибо, ты тоже. Да, да. Да, Филатова. Нет, через пять минут. Ты знаменитость теперь. Такая знаменитость. Даже не верится, что учились вместе. Я читала твою статью по аэропродуктологии. Класс. Правда, защитился? Да, давно. Собираю материал на докторскую. Ого. А здесь какими судьбами? Да у меня отец с инфарктом лежит. Я зашел его проедать. Сейчас, минуту. Да, Филатова. Ах, да, Ольга Олег, ну конечно я вас узнала. Ну заходите, посмотрим вас. Ну как обычно, да, как договаривались. Я уже три месяца как заведующая родильным отделением. Так, поздравляю, это нужно отметить. Да, сегодня юбилей. Знаешь, кто еще здесь? Кто? Лёва Квитко. Лёвка здесь! Так, ну точно нужно встретиться. Хорошо, все, я организую. Давай телефон. Лёва Квитко. Почему вы же не так плохо? Это нормально для родов? Это не опасно? Мне не плохо. Мне, мне поскорее больно. Спокойно, мамочка. Мы уцелились. Сейчас доктор вас осмотрит. Если надо, сделай это обезболивающе. Не накручивайте себя поскорее, поскорее. Пусть будет как надо, а не поскорее. Лёва Квитко. Извините, 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 обманяюще. Афонин, ваша жена еще не родила. Ё-моё, ё-моё, не родила. Коновалый. Пусть будет действительно все как надо, а не поскорее. Я же не знаю, что там они и как оно. Процесс, наверное, не из легких. Спокойно, мамочка, спокойно. Придет врач, посмотрит. Так, доброй ночи. Доброй ночи. Все у нас? Значит так, Северцева Анна, 20 лет. Поступила по скорой помощи. Жалобы на тянущие боли внизу живота. Кровянистые выделения. Первая беременность. 38 недель. Так, хорошо. Все хорошо. Анна Северцева, скажите, у вас синяки откуда? Сейчас, кидайте. Упала. Это сколько раз надо было упать, чтобы так себя изукрасить? С лестницы упала? Не знаю, откуда синяки. Хорошо, обменная карта есть ее? Нет. Анализы, где анализы? Результаты УЗИ. Мы с мужем во всем за естественность. Без УЗИ, без анализа. Ну, молодцы. Вот и рожали бы. Под кустом или в чистом поле. Значит так, сейчас будет немножко неприятно. Тихо, тихо, тихо. Значит, до утра ее в предродовую. В патологии аншлаг. Все анализы взять. Придут результаты анализов, будем говорить более детально. А до утра полежите вы в родильном отделении Северцева. Почему до утра в родильном? Что, еще и не рожала? Нет. Нет, у вас нет начала родовой деятельности. Пару недель еще подождем. Хорошо, мы с жалобами вашими справимся. Если будет необходимость, положим вас в патологию. Как Афонина? Слабость родовой деятельности. А вот пойдем усилим. Так. Е-мое, не, ну, ребята. Вы меня уже достали на туре. Сколько можно рожать? Приехали со свадьбой мы в два часа дня. Сколько же сейчас натикало у нас? Ёколы мэнэ. Уже начало одиннадцатого. Десять часов. Что вы там делаете? Вы вообще роды принимать умеете или нет? Танюшка ж мучается. Все хорошо, сердечко хорошее. Давай. Давай, моя дорогая, давай. Давай, отлично, ну. Давай, давай, давай. Так, давай, три раза. Три раза на потуге, милая моя, давай. Давай, молодец, молодец, молодец. Пять единиц окситоцина, пожалуйста. Слушай, слушай, сейчас, дыши спокойно, отдыхай. У тебя слабость потужного периода, Афонина. Сейчас немножечко тебя стимульнем, пойдет повеселее, чтобы быстро меня родило. У тебя муж все отделение развлекает. Давай. Три, я тебя прошу, давай, не передышивай в схватку. Сейчас, секунду. Слушай, у нас проблемы у Северцева, которые по скорой привезли с теньками. Кто сегодня в дежурной бригаде? Заболотин, Критко. Пусть подойдут, я сейчас приду. Хорошо. Что, мой хороший, давай, давай. Не молодец, давай, давай, давай. Себя не жалей, не жалей, не жалей. Это какой ты раз? Третий. Третий. Третий, давай, давай. Так, все, отдыхай. Отдыхай, отдыхай, моя хорошая. Сейчас будет, будет. Откуда у вас эти синяки, Аня? Не знаю. Похоже на Пурпуру, Лева, что скажешь? Ну, уровень тромбоцитов проверяли? Северцева, вы когда последний раз анализу сдавали? А мы не сдавали. Они не сдавали. Они жертвы на маломодных теорий. Как не в воде, так и без анализов. Да, Анечка? Так, ясно. А кто вас привез? Муж. Он здесь. Он ждать будет. Ну, я думаю, надо поговорить с мужем. Я поговорю. Ну, а мы дождемся с вами результатов анализа крови. Послушайте, Северцев, у вашей жены на теле обнаружены многочисленные кровоподтеки. Откуда? Вы ее били? Вы с ума сошли? Что происходит? Я свою жену привез в родильный дом, а не в отделение милиции. Послушайте, мы, в отличие от милиции, перед вынесением приговора, в смысле диагноза, тщательно выясняем все причины. Чего? Что с Аней говорите? Не нравится мне это все. Наверное, пора всех на ноги подымать. Интересно, кого? Я могу Майера пригласить. Ну, давайте уже президента пригласим. Пусть потужатся за вашу жену, когда у нее роды начнутся. Северцев, послушайте, скажите просто, вы били ее или нет? Бить беременную женщину, свою любимую. Вы себя слышите? Нет. Нет, никогда, ясно? Какие проблемы? Что с ней? Ну, почему вы ничего не говорите? Сядьте, подождите, пожалуйста. Извините, а я... Афонин, идите домой, проспитесь. Она спиртным несет на километр. Как у нас дела? Плохо, кровь не сворачивается. Похоже, Елизавета Юрьевна, вы были правы. Пурпура. Вита, преднизолон, сверхзамороженная плазма. Есть плазма? Ну, конечно, есть. Мы аптеку три дня назад получили. Так что, сейчас все сделаем, не волнуйтесь. Анечка, Аня. Вы в чем дело? Я рад. Выйдите, выйдите, выйдите. Котору зав отделение? Я зав отделение, в чем дело? У вас телефон. Выйдите, не ледите. Вы видел такое? Никакой совести. Не смейте туда заходить. Ждите здесь. Это же роддом, а не супермаркет. Ни бахилу, ни халата. Я вас слушаю. Слушай меня внимательно. Я уезжаю через минуту. Если к моему приезду моей дочке не станет лучше, ты не только в этой больнице не будешь работать. Ты вообще нигде не будешь работать. Ты меня услышала? Представьтесь, пожалуйста. Сапонов, мэр этого города. Ты меня поняла? Поняла. Сразу нельзя было сказать, что ваша жена дочь мэра города. Я пытался, но вы меня не слышали. И к тому же, какая разница? Ну да. А если бы Аня не была бы дочерью мэра, к ней отношение было бы другое? Послушайте, отношение было бы такое же. Меньше было бы нервов и беготней. Я не думаю, что это поможет вам и вашему ребенку. Присядьте. Екатерина Сергеевна квитко беспокоит. Значит, к нам поступила дочь мэра Сафонова. Да, тяжелая. И прогнозы самые нехорошие. Ну, потому что она на фамилии мужа Северцева. Ну, кто ж знал. Мэр уже сам едет сюда. Звонил, орал, угрожал. Да, Фиолатова назначила компоненты крови и преднизолом. Угу. Иван Петрович, может быть, лучший все-таки чартер Германию? Я уже связался с Дюссельдорфом. Анишку примут в течение минуты. Скорая будет стоять в аэропорту. В этой же больнице рожать невозможно. Жди меня возле машины. Бина, почему-то от вас долбает, от мазила. Это Анин позвонил не мне, а тебе. Это сейчас не главное. Лиз, можешь что-нибудь секундочку? Что такое? Может быть, реаниматолог его вызовем? Макс, мне все под контролем. Уверена, да? Неплохо. Что такое? Голова болеет. Мышцы. С глазами что-то. Сиди, я почти предметов не различаю. Что с Аней? Сообщить родителям, что их дочь беременна? Что могут быть проблемы, что роды на носу? Мозговки хватило? Почему мы не знали, что Аня ждет ребенка? Аня не хотела говорить вам. И мне запретила. Отличные новости. Почему это? Ну, потому что вы выгнали ее из дома. Не связалась бы с тобой, никто бы ее не выгонял. Села, что с Аней? Здравствуйте, Нина. Здравствуйте. Я умираю. Так, в чем дело, что за паника? Я не понимаю, ничего страшного. Это нормальная реакция на переливание компонента крови. Так, значит, Северцева, дышите глубже, успокаивайтесь. Будете нервничать, навредите ребенку. Понятно? Все, лежим, лечимся. Все хорошо. Может, ты прав? Вечером стало плохо. А до родов еще две недели. Но я испугался и вызвал скорую. Испугался, скорую. Ин, с кем мы говорим? Иван. Здравствуйте. Где Сафонова? Вы имеете в виду Анну Северцеву? Северцеву. Сафонову. Что с моей дочерью? У нее болезнь Верльгофа, если вам это о чем-то говорит. Объясните. У вашей дочери понижен уровень тромбоцитов в крови. Отсюда кровоподтеки, склонность к кровоточивости. Проводится необходимое лечение. Через некоторое время мы будем говорить о прогнозах. Какие прогнозы? Это тебе что? Погода? Кто конкретно отвечает за состояние моей дочери? Я. Кто ты? Соведующая родильным отделением. Фамилия? Силатова. Иван Петрович, добрый вечер. Вернет, дочь. Я ночмед, Савчук Екатерина Сергеевна. Я в курсе ситуации. У меня все под контролем. С вашей дочкой все будет в порядке. Даю вам слово. Я уже пригласила специалиста. Это Бондарев Валентин Иванович. Один из лучших наших специалистов. Так что ваша дочка в надежных руках. Но, к сожалению, тут вам нельзя. Это родильное отделение. Сами понимаете. Так что давайте пройдем в мой кабинет. Он придурок. Разбегались тут. Мэра привели. Подождите. Вернет покажет. Иван Петрович. Научит вас работать как следует. Вы понимаете, что ошибиться мы просто не имеем права. Если у кого-то есть хоть малейшие сомнения, выкладывайте. Вместе будем думать, что с этим делать. Нет никаких сомнений. Это болезнь Верлик Боффа. Да, несколько неожиданная реакция на препараты компонентов крови. Но все в пределах допустимого. Мне кажется, что... Что, Максим Викторович? Ну, что было бы неплохо, если бы реаниматологи были на очку. О, Господи, ну это и так понятно. Да. Что вы скажете, Валентин Иванович? Я согласен с Елизаветой Юрьевной. И пока состояние пациентки тревоги не вызывает. Родовая деятельность? Отсутствует. Может быть, все-таки удастся говорить мэра вернуться домой. Мы точно можем гарантировать, что с его дочерью все будет в порядке. Я в диагнозе не сомневаюсь. Посмотрите, Лиза, под вашу ответственность. Соберитесь, Максим Викторович. Непременно. Я собираюсь. Реаниматолог. Что делаешь, Ятек? Медитирую. Посылаю они мысли любви и поддержки. Она меня слышит. Я знаю. Идиот. Ну хватит, а? Ну вот хватит. Хватит. Если бы ты не решал за Анечку, такова и выходить замуж. Если бы ты дурацких своих ультиматов не ставил, либо села, либо дом рода. Вот это ничего не произошло. Еще скажи, что мечтала о таком зяте. Ну прекрати, ну прекрати же, а. Ты же не понимаешь. Ты не понимаешь, что Анечка в ужасном состоянии и плохо там, и мы нам, никто нам ничего не объясняет. Вот третий час мы ничего не знаем. Иночка, пожалуйста, не нагнетай. Все будет нормально. Возьми себя в руки. Только не жди от меня, что я тоже начну вот так медитировать, как этот псих. Ах, а если бы Сева нам не позвонила и не сказала, что Аня бежит в больнице, мы бы ничего не знали. Мы даже не знали, что мы можем стать бабушкой и дедушкой. Ну все просто, все из-за этого мазилы. Я художник. От слова худо. Заморочил девочке голову. Да я из-за тебя родную дочь целый год не видел. Никогда тебе этого не прощу. Так, у меня дурное предчувствие. Где доктора? О, блин, я ничего не понимаю. Состояние должно было стабилизироваться. Это катастрофа. Так, так, так. Реаниматологи справятся. Нужно думать, что дальше предпринимать. Я все делала правильно. Возможен летальный исход. Макс. Если начнется кровотечение... Если начнется кровотечение, мы ее потеряем. Есть другие варианты. Кровотечение быть не должно. Это звучит неубедительно. Есть один вариант. Очень хороший вариант, Катерина Сергеевна. Все. Давайте ждать у моря погоды. Я пошел. Ваня. Ваня, не надо. Ты все испорчи. Пожалуйста. Нина, не указывай мне. Я знаю, что делаю. Господи, помоги. Я ничего не понимаю. Сто процентов правильный диагноз, а состояние ухудшается. Я никогда с таким не сталкивалась. Да, да. Преднизолом плазмы ничего не помогает. Я очень тебя прошу. Пожалуйста, приезжай. Ну, как можно скорее. Здесь каждая секунда на счету. Если начнется кровотечение, мы вообще ничего не сможем ей помочь. Иван Петрович, я вас умоляю. Вам нельзя здесь находиться. Тут все стерильно. Пожалуйста, выйдите, мы делаем все возможное. Я хочу наконец понять, как себя чувствует мой ребенок. И почему? Иван Петрович. Носовое кровотечение. Как? Иван Петрович, Иван Петрович. Иван Петрович, вы должны это знать. Шансов мало. Мы боремся за жизнь вашей дочери. Господи. Господи, ну подойдите же кто-нибудь. Здрасте, приехали. Мужчина, вы что здесь делаете? А вы не... Который час? Полвторого ночи. А вы не подскажете, отделение патологии беременности где? Ну, вниз по лестнице, через вестибюль там написано. Ну, туда нельзя. Спасибо вам огромное. Ну, и больничка. Одна в обморок падает, помогай ей. Вторую ночлежку устроила. Алкоголик несчастный. И этот, здрасте, ваша тетя. Подскажите, пожалуйста. Нехнуть, не вздохнуть. Ну, веночка. Боже, дай мне силы ее пережили. О, друг! Друг твоя тоже рожает. Слушай, друг! Это Роман Широков. Я вам говорила. О, да-да, пойдемте. Коллеги, позвольте. Здравствуйте, Анечка. Меня зовут Роман Широков. Я вам не сделал ничего плохого. Я просто вас осмотрю. Посмотрите просто наверх. Вот так. Что у нас, синяки, да? Позвольте. Не здесь синяки. Почему так много докторов? Ну, разве это много докторов? Вы еще не видели, что значит много докторов? Ничего, ничего, ничего. Пить хотите? Дайте попить. Ай. Все, 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 все. Не беспокойно. Я думаю, что это Хелк-синдром. Нужно сделать еще раз все анализы. Контроль давления пульса каждое десять минут. Нужно готовить пациентку к экстренному кесареву. Что? Кесарева. А вы хотите видеть пациентку живой? Дмитрий Иванович, вы готовы нести ответственность за отмену кесареву? Нет. Готовьте пациентку к операции. Екатеринская. Все будет хорошо, не успокойтесь. Так, моя девочка, давай потужим все, пока Лиза Юрьевна не придет. Вот так, сильнее, сильнее. Не отдыхай, родная, работай. Да, да, хорошо. Умница. Может, вы совсем отвелся, гадалага. Моё мнение, коллеги, что если беременную не родоразрешить в срочном порядке, то погибнет и мать, и ребенок. А вот у меня диагноз Елизаветы Юрьевны не вызывается. Ром, ну, оперировать опасно. А мне кажется, ну, я так думаю, что, послушайте, ну, она ведь может умереть от массивной интероперационной потери крови, вызванной геморрагическим шоком. Послушайте, молодой человек, я с вами не знаком, поэтому не знаю, почему вы так слабы в диагностике. А ты, Лёва, всегда был паникером. Извините, анализы готовы. Передайте, пожалуйста. Анализы готовы, да. Ну, что я говорил. Лёва, будешь эссетировать? Лиза или ты? Лиза занимается роженицей с ослабленной родовой деятельностью. Лёва, с Богом. Да прорвёмся, Лёва, пошли. Я, Кафонин. Ром, подожди. Лёвушка, тайно поговорить, пожалуйста. Да. Слушай, ну, у меня же была абсолютная симптоматика пурпуры. Ну, возможно, атипичное течение болезни. Ну, я же не дура. Лиза, ты всё сделала правильно, если ты об этом. Ну, просто я предпочитаю быстро принимать это решение, даже в самых затруднённых ситуациях. Закон боискалтов. Ты знаешь, хелп-синдром диагностировать — это не направление по звёздам угадывать. Ты уверен в диагнозе? Не совсем. Просто налицо полиорганные нарушения. И если сейчас мне сделать кесарево, то девочка погибнет. Не боишься ошибиться? Боюсь. Но мне кажется, что кесарево — это единственный выход для неё. Ну, удачи. Боискалт. Нет, послушай, Кать, мы первый раз видим этого человека. И ты хочешь доверить ему жизнь дочери мэра? А если... Что если? Ты не оставил мне выбора. Девочке всё хуже. Филатова растеряна. У тебя вообще руки трясутся. А Широков, он, по крайней мере, поставил точный диагноз. И действует решительно и профессионально. Ну да, он ведёт себя как выскочка. Я знаю таких самоверенов. И, кстати, по поводу диагноза у меня есть сомнения. Стоп, 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 стоп. Валя, я что-то не очень понимаю. Если у тебя возникли какие-то сомнения, то почему ты не сказал об этом откровенно? Это нормально? Или что у нас, если дочка мэра, то и ответственность на себя брать страшно? Ну, уж от кого, от кого от тебя. Я такого не ожидала. Это что, Екатерина Сергеевна, вы только что меня обвинили в трусости? Ну, хорошо, прости. Прости, прости, я помню. Простите меня, что я вас перебиваю. Позвольте, я пойду. Максим Викторович, подождите. А вы что здесь делаете? А, я хотел... Да работать нужно, миленький. Вот я иду, позвольте. Спасибо. Потрясающе. Анечка, я люблю тебя. Я рядом. Доча. Аня. Солнышко. Держись, доченька, мы с тобой. Ничего. Я очень надеюсь на ваш профессионализм. Поверьте, мы сделаем все, что от нас зависит, и даже больше. Я специально для Анечки пригласила столичного специалиста. Необходима срочная операция, Кесарева. Не волнуйте, сегодня у вас родится внук или внучка. Мы очень верим в благополучный исход. Лиза, конечно, переживает. Поставила неверный диагноз. Но случай действительно очень редкий. В моей практике в столичной клинике процент сложных и запутанных диагнозов был гораздо выше, чем при обычном рутинном приеме. Вот я и научился их чувствовать. Чувствовать, как математик чувствует разгадку сложного ребуса. А тут провинция. Но главное в нашем деле что? Правильно ли вы? Решительность и натиск. Важно не упустить время, когда счет идет на минуты. Я должен. Я должен спасти эту девочку и ее ребенка. Медитируйте. Ванечке прощения прошу. Пусть она простит меня. Лишь бы она. И ребенок. Да. И ребеночек. Болеживая, здорова. Она вас слышит. Кто? Ну, малыш, готовься. Я знаю, что ты меня слышишь. Извини, других вариантов не было. Это твоя судьба. Кто придумал, что ребенку все равно, как появляться на свет? Кисаренку всегда сложнее. Он рождается не в свой запрограммированный срок. И не может активно участвовать в родах. Но бывают ситуации, когда выбирать не приходится. Это называется абсолютное показание Кисарева. Но ничего. Мы вместе. Мы справимся. Правда, малыш? Все будет хорошо. Будет же все хорошо. Правда, Ваня? Все будет хорошо. Возьмите. Ой, спасибо. Бахил. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, полдела сделано. Ждем, пока родится плацанта. Я прослежу за ее состоянием после операции. Да? А я думаю, вы домой собрались. Что там, пульс нормально? Отлично. А вот этот откуда проделаешь? Что? Вот этот. А, этот из ливии. Ага. Да. А как же так получается? Вы специалист такого уровня. А она, ну, прошу прощения, я имею в виду Екатерина Сергеевна. Вот так вот при всех, я не знаю. Ничего, ничего, Максим. Это, простите, я могу вас так назвать, да? Да, да, конечно. Ну что, я ведь в своей жизни не такие ситуации переживал. Но участвовать в этой, с позволения сказать авантюре, я не собираюсь. Это, да, да, это же надо до такого додуматься, а? Кесарить. Да, когда пациентка в таком состоянии. Да. Мы ведь не на войне, в конце концов. И здесь были варианты. Не на войне, конечно, варианты были. А откуда взялся этот Широкий? Широков. Широков. Простите. Алло. Да. А, спасибо. Вот. Ну и такси уже подъехало. Так что, Максим, я должен ехать домой уже. А я пойду к Елизавете Юрьевне. У нее там женщина с затяжными родами. Да. Всего доброго. До свидания. До свидания. Дети, слабая, давайте еще окситоцин. Колю. Может, не надо мне так больно? Что тут страшного? Тут не страшно, тут роды. Роды – это работа. Ты кем, Катя, работаешь? Я главная сэр. Молодец. Мы просто на гастролях были. И поэтому так со свадьбой затянули. Муж у тебя тоже клоун? Клоун. Да? Он у меня фокусник. А он классный фокусник, Катя. Вот такой фокусник. Там в коридоре такие фокусы откалывает. А закачаешься. Слушайте, там какой-то клоун меня только что Айболитом назвал. Он не клоун. Это фокусник, ты ебаный. Это мой. Сейчас будет делать аммиотомию. Очень хорошо, что ты пришел. Не надо. Это не страшно, Катя. Не страшно, не больно. Мы просто проколем околоплодный пузырь. У тебя шейка уже полностью раскрыта. Сейчас быстренько родим. Пять минут. Хорошо? Ой, слава богу. Слава богу. А. Ну вот теперь, когда все трудности позади, можем познакомиться поближе. Иван Петрович, разрешите вам представить. Это Роман Широков. Очень известный специалист. Работает в столице. Роман Широков. Сафонов Иван Петрович. Спасибо, доктор. Да не за что. Спасибо. Спасибо. А мы сына Ванькой назовем. Аня так хочет. Ой, у вас такой хорошенький мальчик. Два килограмма восемьсот граммов. А он здоров? Ну, совершенно нормальный ребенок. Ручки, ножки, все на месте. Доктор, ну Анечка как? Ну, вы знаете, все в порядке. В послеоперационный период ей назначена адекватная терапия. Угрозы жизни нет. Простите. Извините. Что случилось? У Северцевой кровь носом. Сушить. Тампон. Тампонаты неэффективные. Нужно коагулировать. А, мы когда в Геольне были, а? Мой Афоник тут номера перепутал. Вот, вот, молодец, еще чуть-чуть, давай. А теперь губки трубочки сделай. Вот, на вдохе. Вот, а теперь, а теперь тут тушь-то на выходе. О, режу головку. Вот, а так же вот. Давай еще немножко, милая. Так, губки трубочки, губки трубочки сделай. Давай, все, 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 давай, 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 молодец. Вот и все. Молодец, режем губолину. Прям фокусница так быстро оделась. Максим Викторович, быстро, плюс еще 15 часов. Фокусница, все, папаша. Иван Петрович, все будет нормально. Я думаю, этим врачам можно доверять. Сам-то-то как? Ну, еле на ногах стоишь. Может, домой тебя отвезти, передохнешь? Нет, я буду тут до тех пор, пока не увижу Аню и Ваньку. Ванька? В честь меня, что назвали? Хорошее имя, мне нравится. А вы против? Да что ж, получается, зла не помнишь, да? Ну, зачем? Ну, тогда это и села. Забудь. Ну, что вы с Аней. Ладно, проехали. Ну, что, ничего хорошего. Кровотечение мы остановили, но у нее потеря чувствительности левой половины лица. Ты же ренематолог. Должен понимать, что обычные последствия спинномозговой анестезии. Часа через три пройдет. Не думаю. Это левосторонний синдром Горнера. Ну, чего ты нагнетаешь? Это и нейропатия троничного нерва. Ну, такое случается после спинномозговой анестезии. Что, лекцию прочесть? У нас их своих лекторов. Хватает. Рома, можно идти на минутку? Рома, ну, зря ты. Ну, мы тут тоже не первый год работаем и... Ну, Лёва, слушай, давай без паники. Все и так устали. Рома, это развитие ишемического инсульта. Ну, как без паники? Лёва, я тебе умеряю. Через пару часов все пройдет. Состояние стабилизируется. У тебя кофе есть? Пойдем пару глакола сделаем. Пойдем, пойдем. Пойдем. Я дед. К этой мысли еще привыкнуть надо. Извините. Братья Айболиты. Анфонина еще не родила? У меня внук. Внук? О, мужики. Надо это отметить. А у меня сын. Сын, у тебя. О, что, двойня? Ужас. Какой? Сколько же надо было дать, чтобы так быстро? А моя все никак. Тянуто тебе Айболит. Все никак. Держись, мужик. Твоя жена тоже скоро родит. А ты откуда знаешь? Что-то тоже Айболит, наверное. Да нет. Я просто дед. Ничего, сыночка, выдалась, да? Слушай, Рома, мы же даже поздороваться толком не успели. Лев. Ну, рассказывай, как там столица? Да что ее будет в столице? Ну, бурлить, суетиться. Ну, я слышал, ты добился многого. Я рад за тебя. Спасибо, Лев. А я, чтоб ты понимал, закончил курсы медицинской генетики. Молодец. Полезной профессии. А я всерьез решил заняться репродуктологией. Ну, ты перспективно. Так а ты к нам надолго? У Северцевой студорогии интоксикация нарастает. Подойдите в сторону, пожалуйста. Убильный липкий пот у лба и живота. Да, она вся горит. Слушай, у меня интоксикация. УЗИ делай. Делается. Так, обеспечьте работу реанимацией, чтобы никто не входил. Даже если это будет президент, не то что мы. Давайте. Ром, холецистит. Нужно делать операцию, Лева. Ром, это невозможно. Для этой операции нужна общая анестезия. Она еле дышит. Спокойно, будем дренирование желчного пузыря делать подместо анестезии. Ну, что непонятного? Нужно разгрузить желчный пузырь для предотвращения механической желтужины. Ром, ты самоубийца. Лева, давай потом поплощаемся, у нас нет времени. Готовьте операционную. Да, вот тебе и хелп-синдром. Такое количество осложнений одновременно случается крайне редко. Скорее всего, в системе жизнеобеспечения ослабленного организма произошел некий сбой. Бедная девочка. Но мы все равно выкарабкаемся, правда? Ой, Макс, спасибо тебе огромное за помощь. Загоняла нас эта Афонина, как жучку-хвост. Это ты четкое сравнение подобрала. И главное, какой подарок себе сделала, да? На всю жизнь. Ну, чё, по кофейку у меня печеньки. По кофейку? Ну, а чё, можно? Слушай, Лиз, ты меня извини там, ну, у Савчук, за нерешительность мою. Да ладно, проехали. Я в ординаторской. Ладно. Сейчас приоденусь и приеду. Скажите, она ещё не отошла от наркоза? Нет, она спит. Ну, всё в порядке. Угрозы жизни нет. Я думаю, нам всем сейчас нужно поехать и хорошенько выспаться. Лично я так и сделаю. Состояние стабильное, так что всё в порядке. Спасибо. Спасибо. Пусть этот доктор и дальше наблюдает мою дочь. Хорошо? Я ему доверяю. Хорошо, конечно, обязательно. Так и будет непременно, Иван Петрович. Я поговорю с ним об этом прямо сейчас. Погодите, я сам с ним поговорю. Милечка. Да. Милечка, скажи, мы захватили деньги с собой? Ну, конечно. Всё. Нет, такого я не ожидал. Поехал в родной город отдохнуть, навестить отца. И тебя тут же напрягают. Спасибо тебе, Лиза Филатова. Напрасно шутишь. Ты, между прочим, не только Северсова спас. Ты же меня по большому счёту спас. Ну, а чё такая унылая? Где радость? Я ж тебя спас. А, это сложные роды. Вторичная слабость. Родовой деятельности. Печенька возьми. Ну, пришлось повозиться. Главное, если всё в порядке. Извините. Добрый день. Не прерывай. Я хотел бы поговорить с доктором Широковым. И, если можно, конфиденциально. Я понимаю, конечно. Значит, Сева, мы сейчас съездим домой. Возьмём необходимое всё для Ани и Ванечки и вернёмся. Ты меня понял? Иногда, Стена, хотите посмотреть, ну-ка? Да. Ой-ой-ой. Ой, как хорошенький. Боже мой, солнышко. Ваня, у него твой нос. Посмотри, твой, ну, точно твой нос. Как тебе пробраться-то туда удалось? Ты, художник. В родильное отделение? Да, без проблем. Очень захотел. Домой не едешь? Ну, что, давай съездим. Мы потом к Ане поедем, заберём тебя. Нет-нет, я тут рядом со своими буду. Ну, и те тоже, вроде как, не чужие. Да. Запомни, сынок. Ну, понял. Понял. Тащи. Роман Алексеевич. Да. Ну, ещё раз спасибо вам. Принимается. Вы в город надолго? Думаю, с полгода пожить. А что так? Знаете, у меня отец в реанимации лежит. Восстанавливается после инфаркта. Так что, пока восстановится, буду жить с ним. Ну, очень благородно. А забрать отца с собой в столицу? Знаете, я думаю, просто не согласится. Понятно, понятно. Да. Ну, вы знаете, доктору без практики полгода непросто. Да, вы правы. А у нас в родильном отделении есть вакансия ординатора. Как вам? Ну, поверьте, вы не пожалеете, если согласитесь. Заманчиваю. И потом, это не только моя просьба, это личная просьба мэра. Нам очень-очень не хватает крепких профессионалов. И потом, вы же понимаете, ну, такая ситуация, как сегодня, она может возникнуть в любой день. Вы знаете, я подумаю. Очень надеюсь, что вы согласитесь. Честно говоря, я давно хотел сосредоточиться на репродуктивной медицине. Да? Да. Слушайте, какое совпадение. А мы как раз планируем открывать центр репродуктологии. И я ломаю голову, кому бы поручить этот проект. Ну, представляете, как все удачно складывается. Соглашаетесь. Хорошо, я подумаю. Подумайте, Роман Алексеевич. Ну, как она? Что? Быть бабушкой. Еще не знаю. Весело? Весело. Иван Петрович, Инна Константиновна от всего сердца. Спасибо. Иван Петрович, нужно срочно дать информацию в прессу, что дочке мэра предлагали рожать в Германии. Она отказалась и рожала в нашей областной больнице. Я этим займусь. Конечно, пускай напишут. Она и второго сюда придет рожать. Вот пьянчуга. Развели здесь, понимаешь, разливайку. Мам, а что у тебя на чмяты хотела? Работу прилагала. Возьмешь мне ординатор в своем отделении? Ты шутишь? Ну, почему? Я решил с отцом пожить. Ну, не сидеть же мне без работы. Тем более, я слышал, у вас открывается центр репродуктивной медицины. А ты мне об этом ничего не говоришь. Ты понимаешь, он открывается уже год. Я из этого центра пошел на курсы и тишина. Я на чмяты за язык не тянул. Ты знаешь, мне кажется, этому центру бить. Рома, ты правда решила здесь остаться? Ну да, ненадолго. Ну, я тоже раньше думала ненадолго. О, жених. Афонин. Красавец расписной. Эй, товарищ, живой? Афонин, Афонин, у тебя дочь. А кто? Дочь. Дочь. Спасибо. Ты на своей практике был случай, когда больной умирал от счастья? Нет, у меня такой практики не было. Ой, да, жаль. Слушайте, а мне... Мне, кстати, спать как-то перехотелось. Я подумал, не отметили нам эту сумасшедшую ночь хорошую вечеринку. А, нет. Тем более, что у меня к вам есть предложение. У троих... Какое хорошее у тебя предложение. Посиди. Паука. Вперед. Паука. Субтитры сделал DimaTorzok